Здравствуйте дорогие друзья! Я вновь рад вас приветствовать на канале КИВ. И у нас сегодня экспериментальное прохождение мода на Сюгун 2 Тотал ВО, который открывает все фракции, доступные в игре. Экспериментальное, потому что мой ноут, на котором я раньше снимал прохождение на Мэддиал, немножечко стал подглючивать, появилась возможность на другом компе немного поиграть, и я решил этой возможностью воспользоваться. И вот перед нами прохождение Сюгуна за фракцию, которая называется у нас здесь в переводе как Дом Ода, но по сути это перевод местами здесь глючит, поскольку это мод. Вот это прохождение за Сюгнат Асикаго, расположенный в самом центре Японии, тот, про который говорят во вступительном ролике, что он как раз пришел в упадок, и поэтому все окружающие здесь японские дома самурайские, они сражаются за то, чтобы главы Сюгунами стали. Вот наш глава, он автоматически вроде как Сюгунам считается. И это создает ему дополнительные проблемы, потому что вы, наверное, помните, на движке данной игры, тот, кто захватывает Киота, после того, когда на четвертый ход он провозглашается игрой Сюгунам, все прочие кланы на него практически оказывают давление, либо нападают, объявляют войну. Вот здесь в этом моде, подобной по автодубной позиции, находится сам клан Асикаго. Ну, глюки перевода вот такие здесь встречаются, потому что за основу взяты классические кланы. То есть нам здесь в этом меню, к примеру, под названием Тюсакаба предлагается клан Сога, под названием Симадзу предлагается клан Сёни, вот Ходзю, здесь Анегу Кодзи, клан из провинции Хида и так далее. Ну, как надолго затянется это прохождение, я точно сказать пока не могу, возможности есть, я, соответственно, несколько видео запишу, заодно, чтобы вас, кто, может быть, не знает, с этим модом познакомить. Ну, а так, компанию я поставлю доминирование пока, а там жизнь покажет, во что она выльется. То есть мы должны стать Сёгном, захватить и удержать Киото, что у нас уже будет на четвертый ход, захватить и удержать не менее 60 провинций, включая вот окрестные, и уровень сложности у нас будет максимальный. На Легенде я здесь сыграть не рискну, потому что если это будет действительно тотальная война против всех, то будет очень сложно. Клановые бонусы здесь, которые даются, они соответствуют тому клану, из которого, собственно говоря, вот с ванильной версии перелепили именно нашего Осикага. То есть это клан Ода, поэтому здесь всё классический, повышенный боевой дух всех Осигару, снижение стоимости найма и содержания всех Осигару. Ну, те, кто играл классический Сёгун, с этим уже знакомы. Ну, а мы давайте перейдём к игре. Я, когда буду писать видео, возможно, там буду загрузочные экраны пропускать, то есть то, что можно было уже увидеть во многих прохождениях, потому что игра, в принципе, не новая. Ну, так вроде бы как всё. Здесь другое, что мы предложим. Не будет у нас помощи советников. Длительность боёв. Ну, давайте 60 минут и оставим. Функция поиска открытых сражений. Ну, этим я пользоваться не буду. Ну, вот, пожалуй, всё. Ну, и начать игру. Ну, и нам показывают наше стартовое положение. Наш клан, как и положено, сидит в Киото. А Киото – это крупнейший город Японии, поэтому всё у нас здесь уже инфраструктура достаточно отстроена. Есть всё, что душенька пожелает. Мы видим, что и Додзе, что школа мечников есть, конюшни есть, где можем лёгкую кавалерию нанимать. Монаха можем сразу нанять. Есть Додзе лучников. Вот, можем ещё что-то построить. Я думаю, эту ячейку я оставлю, чтобы здесь возвести вот лагерь, когда мы изучим всё, изучим соответствующие технологии. Земледельческие угодья прекрасные есть, которые плюс четыре по продовольствию дают. Дороги. Ну, и школа философии или академия. Вот ребята, которых мы можем нанимать. Тоже достаточно всё внушительно. Ну, и самое главное, прелесть, что у нас Асигару Ода здесь нанимаются, которые имеют уже неплохие ранги, что поможет нам как-то скрасить нашу жизнь, когда, если на нас попрутся действительно со всех сторон противники. Ну, и вот такая вот армия с великой стражей. Ну, а во главе её парень, у которого портрет как у Ода в ваниле, ну, это у нас Асикаго Йосихару. То есть тот, который сейчас является сёгуном в историческое время в Японии. Давайте посмотрим на клановые все нюансы тут указанные. Ну, здесь всё традиционно. Казна 2000, продовольствие 4, синтабуддизм, религия, процветание скромное, торговля у нас в Хакторе. Провинции указаны, какие должны удержать. Особенностей пока нет. Ну, и как видим, у нас взрослый один член клана. Наш наследник Юситеру, ему 11 лет, то есть ещё жить-дожить. А другой парень Юсиаки, это последний сёгун из клана Асикаго. Он ещё совсем маленький, ему 8 лет. Вот наша жёнушка Асикаго Кину. Вот они вот наплодили двух таких сыновей. То есть нам ещё надо ждать генералов, либо принимать каких-то в семью. Записей тут, понятное дело, ещё нет. Так, и смотрим, что здесь. Здесь, как видите, такой плюс есть у нас по развитию. У нас гражданская ветка, частично 5 технологий. Вы изучены, причём это те технологии, которые касаются экономики. Это большой бонус, потому что, ну, сразу нам создаёт определённый экономический такой фундамент для нашего процветания в будущем. Особенно будет важно, это вот изучено, я так думаю, земледелие, по той причине, что оно нам даст возможность строить угодья в тех провинциях, которые мы сможем захватить. И я так думаю, что стоит пойти в военную ветку, потому что сейчас придётся, наверное, много воевать. Вот берём путь Бусидо. Ну и первое, чтобы добавить, что у нас тут, боевой дух всех отрядов. Ну а дальше тоже изучим вот что-то ниже из этой же военной ветки. Общее состояние экономическое. У нас пока плюс ты полторы тысячи. И я тут налоги пока поостерегусь увеличивать, потому что нам важно укреплять наше внутреннее процветание в провинции. Ну и перейдём теперь к дипломатии, потому что надо определить, кто будет жертвой. И здесь видим такую картину. Вот, к примеру, Мейоси равнодушие относительно нас. У него три провинции. И он миролюбивый. Такугава, а у него антипатия. То есть вот готовая жертва для агрессии, Хатана равнодушие, Цуцу и антипатия. Ну и Хатакияма антипатия. Ну я думаю, что в этой ситуации мы попробуем вот поговорить с господином Мейоси. Да, у этого господина, у него исторически, насколько я помню, Мейоси Тёкеи, у него была неприязнь к Сюгунату. Но здесь почему-то она по-другому никак не показана, как антипатия, только равнодушие. Попробуем ему право прохода продать. Все равно я так думаю, что скоро придется с ним воевать. Ходик атак через четыре. Так, ну а по ходу я так подозреваю, что сейчас будем атаковать. Я только решу, кого именно из тех, кто относительно к нам относится с антипатией. Ну, относительно Сюгуната. Не хочет этот господин от нас никакого права прохода. Вот Хатана равнодушен. Я думаю, что мы сейчас попробуем его, с ним договориться о торговле. Прекрасно. Ну и заодно, может быть, немножечко денег с него получить. Надеюсь, он не сильно активно хочет платить. Ну, давайте. Двести. Так, далее. Васалом, может, захочет быть? Нет, не хочет быть Васалом Сюгуна. Вот он согласен на союз. Хатана Хидемити. Союзник нам нужен, по крайней мере, на некоторое время. Может быть, как-то сгладит эффект от возможной войны, которую нам могут соседи объявить. Заходите. Посидим, побеседуем, выпьем чаю. Ну, и вполне возможно, что он в Хатана Хидемите выкупит у нас право прохода. Он что-то как-то не активен в этом отношении. Странно. Ну, ладно, дружок. Ну, и смотрим. Цуцуи мы пока трогать не будем. Хатакияма, он с нами по соседству, тоже он в дружбе с Цуцуи. Противники у них у всех. Миоси тоже наши соседи. Вот я так... Мне кажется, что как раз Такугава, они наиболее... Те, которые в исторически здесь должны, должен быть клан Асаи, это провинция Оми. Но в моде здесь получается, что сидит Такугава. А Такугава сидит, опять же, из-за особенностей движка. То есть, для того, чтобы кто-то мог поиграть из желающих за клан Асаи, то он должен будет выбрать именно вот это. В русском переводе здесь происходит глюк, что отображается он как Такугава. Так исторически это Асаи. Сейчас мы попробуем его атаковать. Наймем Монаха. Укрепим нашу армию сразу же ребятами, имеющими ранги. Вот так. И вот этими ребятами сейчас попробуем атаковать наших соседей. И объявляем войну. Наша сторона к союзникам мы обращаться не будем. Ну и то, что нам предлагает компьютер, что мы должны штурмовать Асаи Хисамасу в его замке, в замке Оцу. Но сил у нас немного, и я думаю, что мы тут понесем огромные потери. Даже если его возьмем, у нас перевес абсолютно небольшой. Поэтому поддержим Асаи Асаи в осаде. Следующим ходом посмотрим, вполне возможно, когда у нас поднаберутся войска в Киото, мы сможем перевести сюда под креплением. Ну, либо противник сам выйдет нам навстречу, чтобы с нами повоевать. Взятие вот этого замка, оно нам еще выгодно тем, что оно нам даст построить здесь домик ниндзя, и благодаря вот этому убежищу в горах, да, опыт у них будет плюс один у этих ребяток. Ну, а теперь, когда мы все сделали, я думаю, что можно и ход сдавать. Посмотрим на перемещение противника. Военный союз нам предлагает Хартори. И я попробую вот этот вопрос решить так. И право прохода. Да, я, похоже, тоже поступил опрометчиво. То, что отказал Хартори в союзе, надо было с ними соглашаться. А, и вот Асайи Хисамаса выходит на поле боя. Давайте с этими ребятами сразимся. сэм. Асайи Хисамаса